Добрый день, уважаемые зрители! И в 12 часов по московскому времени начинаем наш ежедневный обзор по валютному рынку. С вами, как всегда, в это время Веселим Питков, аналитик Инвестиционной Академии. Если вы меня видите и слышите, пожалуйста, поставьте свои плюсики в чате, чтобы я знал, что у вас все нормально с трансляцией и что нам пора начинать. Итак, Кирчев Янин написал «Добрый день». То есть я понимаю, что с трансляцией все нормально, соответственно, начинаем. Давайте обсудим, как всегда, в начале Forex календарь. Поэтому на главной страничке Alperi заходим в раздел «Аналитика Forex». Выбираем календарь событий от FX Street. И давайте вспомним, что у нас вчера должно было бы выйти. На самом деле там почти ничего интересного не было. И что у нас сегодня до конца рабочего дня есть в календаре. Потому что сегодня есть несколько интересных событий, которые, я думаю, что могут повлиять на краткосрочных графиках, на мажорная валютная пара. Но речь идет о статистике по рынку труда США и Канады. Итак, значит, вчера, практически после нашего обзора, выходила статистика... Так, Гайдуков Владимир пишет, что-то случилось. Нет значка на вход. Я не знаю, что вы имеете в виду. Так, уважаемые зрители, давайте я еще раз хочу вас попросить. Если у вас все нормально с трансляцией, пожалуйста, пишите в чате. Так, плюсики идут, значит, с трансляцией все нормально. Давайте продолжаем тогда. Значит, хорошая статистика по рынку труда вчера выходила. В частности, это первичная вторичная заявленная пословая по безработице. Потом практически вышли производственные заказы. Конечно, это за август. Достаточно запаздывающая статистика. Напоминаю, что в сентябре предполагается, что из-за вне погоды в некоторых штатах, если не ошибаюсь, на восточном побережье США, тут может пройти маленькое замедление. А его индикатор в Канаде практически упустился в сентябре. Может быть, начнется какое-то замедление, если им доверять. Хотя я этому индикатору не очень сильно доверяю. Просто его комментирую, потому что он сейчас в календаре. И видно, что вчера ничего дополнительного не было. Сегодня строительный сектор по Австралии показывает очередное замедление. Рожжечные продажи вышли в соответствии с ожиданиями. 0,3%. В некоторых календарях тут в консенсусном значении 0,3%. Но это все в целом указывает на рост в пределах около 3-3,5% в годовом выражении. Если сохранятся вот эти темпы роста, то все выходит в соответствии с ожиданиями рынка. Но никакого сюрприза здесь я для финансовых участников не вижу. То есть мы это знаем, что рынок учитывает, что рост ВВП в Австралии в 2018-2019 годах будет в пределах чуть выше 3%. То есть 3,2, 3,3, 3,4. Вот эта статистика соответствует именно такому росту. Расходы домохозяйств повышаются. В Японии это достаточно волатильный индикатор. Потому что там один месяц есть снижение, один повышение. В целом практически рост идет в соответствии с ожиданиями рынка. То есть примерно на уровне 1,5-1,6% в фискальном 2018 году. То есть здесь сюрпризов для рынка нет. На самом деле инфляция по Швейцарии не дотянула до ожиданий. Но в целом, если посмотреть на динамику за последние месяцы, все равно здесь идет медленное повышение. То есть видно, что зигзаг мы идем вверх. То есть не думаю, что этот индикатор сейчас настолько важен для швейцарского франка. Было ли бы здесь 1,1, 1,2 или текущее значение, которое вышло 1,0,0. И соответственно видно, что ничего другого интересного в первой части сегодняшнего дня в календаре не было. Да, индекс цен на жилье в Халифак по Халифакс, то есть согласно Халифакс снижается. То имею в виду в месячном выражении, так в трехмесячном выражении по сравнению с предыдущим годом, темпы роста начинают замедляться. То есть здесь кажется, что за счет того, что население уже не чувствует себя очень комфортно после начала вот этой дискуссии вокруг Брекзита, темпы роста цен на жилье начинают снижаться, потому что спрос падает в основном. Меньше людей берут кредиты. Соответственно, может быть рынок жилья начнет стагнировать. И это видно здесь по этой динамике. То есть ничего хорошего здесь я не вижу. Итак, что у нас до конца дня? Статистика по рынку труда в США и, соответственно, статистика по рынку труда в Канаде, которая выходит одновременно в 15.30. Конечно, на мелких таймфреймах это может спровоцировать серьезную волатильность по американскому и канадскому доллару, поэтому будьте на чеку. И видно, что после этого почти ничего другого дополнительного интересного нет. То есть впереди только статистика по рынку труда США. Итак, если перейти на сайт Альпари в разделе Аналитика Форекс, там где обзоры рынков. Я вчера на эту тему написал коротенький обзор, что ожидать завтра статистики по рынку труда США. Напоминаю, маркет ожидает, что там будет примерно 200 тысяч новых рабочих мест в частном секторе. Если, грубо говоря, добавить и государственный сектор, там плюс-минус 15 до 25 всегда либо закрытых, либо открытых новых рабочих мест. То есть, когда я это посчитал, получается 175-225 тысяч. Грубо говоря, предполагает маркет, если пользоваться их логикой, что будет создано в сентябре. Это очень высокое значение индикатора, если будет в этих пределах. А ADP мы увидели в среду, что нам сказали, что, по их мнению, будет 230 тысяч новых рабочих мест. Я продолжаю считать, что все уровни выше 120 тысяч, там 130-140. Это хорошие уровни, потому что безработица в США находится на очень низком уровне. 3,8-3,9%. Плюс, напоминаю, что Джереми Поуэлл заявил совсем недавно, неоднократно, что, по их мнению, вряд ли выше 4% поднимется и задержится безработица в течение этого 2018 года. То есть, где-то всегда будет либо в пределах около 4%, либо ниже. Соответственно, я думаю, что даже если здесь будет 100 тысяч, это хорошо. Но это хорошо в среднесрочной и долгосрочной перспективе, потому что это не та статистика, которая определяет уже тренд по американскому доллару. За последние три года мне так кажется, что это почти не влияет. Вот я вчера писал. Но на краткосрочных таймфреймах это вызывает высокую волатильность, потому что если кто-то имеет позиции, там ориентируется на 5-минутные, на 15-минутные, там 30-минутные таймфреймы, волатильность может быть высокая. 100-150 пипсов иногда при сильных расхождениях по доллару мы можем увидеть в качестве волатильности. Поэтому будьте очень аккуратны. Уже каждый для себя сам решает менять статистика. Практически, если у меня есть долгосрочная позиция, не нагружает вообще. Даже я пытался иногда ее отыграть. Чуть попозже мы об этом поговорим на графиках. Очень важная статистика выходит по Канаде. В отличие от американской, которая создает краткосрочную волатильность в моем понимании, канадская статистика по рынку труда очень важна, потому что здесь безработица достаточно высокая по сравнению с американской. Вот 5%, 5,2, 5,3. Вот то, что нужно, чтобы было, чтобы сказать, что ситуация на рынке труда вблизи полной занятости. Плюс тут недавно было очень много оттока рабочих новых мест. Вот сейчас нужен очень большой рост, чтобы это скомпенсировать. Вот я считаю, что это очень важно для канадской экономики. Поэтому эта статистика важна и для краткосрочных, и для среднесрочных, и для долгосрочных таймфреймов. В дополнение в это время выходит и статистика по торговому балансу, как и по США, так и по Канаде. Эти индикаторы в дополнение могут также сыграть важную роль к сегодняшнему блоку статистики, потому что торговые балансы на данный момент для этих стран, в частности для Канады, достаточно важны. У меня на этом все. По календарю жду ваших конкретных вопросов. Если они есть, пожалуйста, пишите в чате. Если, конечно, вопросов нет, поставьте свои плюсики. Плюсики идут, то есть мы, соответственно, идем дальше. Идем к графикам. Итак, долларовый индекс. Мы видели, что на данный момент на месячном таймфрейме свеча обновляет максимум предыдущие свечи. Поэтому я считаю, что хотя и в сжатом, в маленьком виде, здесь есть положительный сигнал на данный момент. Конечно, если это развернется, тогда нужно реагировать на эти изменения. Но на данный момент позитив по доллару практически, хотя и в маленьком виде, появляется это не месяц сентябрь, когда минимум и максимум, максимум и минимум обновили вниз августовские значения. То есть сейчас ситуация лучше, чем в сентябре, без сомнений, для доллара. Weekly time frame. Хорошее бычье поглощение. Вот сегодня уже после того, как закроется текущая неделя, после выхода вот этой статистики по США, мы увидим, будет ли подтверждение вот этого бычьего поглощения. Потому что если выйдет хорошая статистика, то вряд ли эта свеча вернется сильно вниз. И тогда мы будем иметь четкое, ясное подтверждение вот этого бычьего поглощения, которое покажет, что вряд ли долларовый индекс уже так легко пойдет вниз, как минимум. А может быть и это будет говорить о том, что потихонечку начинается восстановление роста долларового индекса после отскока от вот этой вершины. На самом деле те, которые пользуются свечным анализом, графическим, фундаментальным, которые практически уже торгуют больше года, они очень хорошо знают, что в прошлом году именно между сентябрьским и декабрьским заседанием сформировалась вот эта вершина, голова и плечи, после которой долларовый индекс пошел вниз. Сейчас мы находимся или находились примерно на этих уровнях в сентябре и находимся сейчас примерно здесь, в тот же самый момент года между сентябрем и декабрем, когда будут скорее всего вот эти две повышения, то есть сентябрьское уже произошло, в декабре скорее всего будет еще одно повышение ставки. Если на эти две повышения ставки в этом году доллар не сдаст свои позиции, как в прошлом году, то есть пойдет вниз, я считаю, что в этом случае это будет говорить, что негатив, который ранее был со стороны Федрезерва в прошлом году, когда они резко начали, ну они повышали ставку, а рынок думал, что это резкое повышение, это сейчас покажет, что в прошлом году это было неправильное движение, нам пора идти сейчас потихонечку вверх, то есть сейчас очень важная ситуация на более тяжелых таймфреймах в моем понимании, что произойдет в текущие месяцы. На х4 идет попытка восстановления роста, почему? Потому что здесь был рост, мы его перечеркнули после выхода вниз, нисходящий тренд, однако, уже закончился, потому что мы вчера и позавчера говорили, что здесь обновилась предыдущая вершина, то есть на х4 восстанавливается позитив по доллару индексу, посмотрим, если он сегодня подтвердится после статистики по рынку труда. Конечно, если выйдет хорошая статистика, то вряд ли будет здесь какой-то рыночный шум и, скорее всего, предпосылки к тому, чтобы в последующие дни, на следующей неделе мы увидели продолжение вот этого, хотя и медленного, но роста будут увеличиваться. На х1 ничего интересного, а так на мелких таймфреймах мы видим вот это восходящее движение на 15-минутном, на 30-минутном таймфреймах мы это уже неоднократно обсуждали. Итак, ситуация очень схожая в паре евро-доллар. На межном таймфрейме свеча, который обновила предыдущий минимум, то есть здесь виден, что на данный момент позитив по доллару, в моем понимании, есть на тяжелом таймфрейме, потому что в сентябре свеча не обновила предыдущий минимум, а наоборот максимум обновил предыдущий максимум. Но после заседания Федрезерва все развернулось, и доллар в индекс снова начал давить на евро, тем более, что мы неоднократно обсуждаем, что на прошлой неделе сформировалось медвежье поглощение. Итак, на Уикли. Сработает ли это голова и плеч? Посмотрим. Очень скоро может оказаться, что мы снова пойдем вниз. Или, конечно, если здесь произойдет какой-то форс-мажор, мы можем немножечко еще растянуться по времени и пойти вбок. Я пока еще считаю, что, скорее всего, все самое важное уже прошло. Заседание ЭЦБ прошло в начале прошлого месяца, в конце прошлого месяца заседание Федрезерва прошло. Поэтому мне кажется, что здесь только если какой-то форс-мажор произойдет в США, тогда доллар не начнет давить на евро. А так предпосылки к тому, чтобы доллар продолжил давить на евро, все больше и больше в моем понимании. На дневном таймфрейме не исключаю при прочих равных условиях снижение к предыдущей впадине, то есть к уровню 1.13 там с копейками. Х4. Вот она ключевая линия нисходящего треугольника. Или вот эта горизонтальная линия, которая является нижней линией треугольника. Идет попытка прорыва. На самом деле тут видно, что был прорыв. В преддверии публикации уже статистики по рынку труда США отскок вверх. Тестирование. Вот сегодня мы увидим, начнется ли очередное движение вниз. И после первого ложного выхода из треугольника, которое не сработало, и мы вернулись к треугольнику, и потом сформировался ложный выход вверх, мы сейчас снова вернулись на этой линии, находились. Вот сейчас будет уже ясно, будет ли реальное в ближайшее время движение вниз. И соответственно на мелких таймфреймах, без сомнения, тут хорошо видно вот эти нисходящие движения. То есть вот они практически. Это очень хорошо видно. Череда снижающихся вершин. Вот она текущая вершина, которая сейчас пытается сформироваться. То есть на мелких таймфреймах уже статистика по нонформу может сыграть важную роль. То есть она нам покажет, это вершина или нет. На мой взгляд, на этих мелких таймфреймах. Надеюсь, это понятно. Конечно, в первые секунды, минуты мы можем увидеть какую-то волатильность, когда сразу сработают какие-то там ордера алготрейдеров. То есть я не исключаю формирование свечей на мелких таймфреймах с большими нижними или верхними тенями или там с обеими тенями вверх и вниз. Будьте очень аккуратны. Но когда уменьшится волатильность после выхода статистики сегодня, конечно, если будет эта волатильность, то есть если будет волатильность, рано или поздно она исчезнет, вот тогда уже траектория будет видна, в каком направлении идет. И если будет хорошая статистика, без сомнений, тут по логике мы должны пойти вниз. Хорошо, это на мелких таймфреймах. У меня в паре евро-доллар на данный момент я воздерживаю здесь от открытия позиции. Буду ли здесь торговать или нет, зависит от того, что сегодня уже выйдет. По нонформ-пэролсу и по частности, на самом деле, для меня намного важнее рост заработной платы. И уже тогда буду подключаться, потому что в паре евро-доллар, фунт-доллар я торгую на мелких таймфреймах на данное время, на данный момент. Итак, в паре фунт-доллар 1.30, чуть выше мы находимся, потому что мы это комментировали в предыдущих обзорах, что на уикли здесь ранее практически произошло снижение в паре фунт-доллар, которое опережало снижение в паре евро-доллар. Поэтому эти две пары сейчас немножечко кажется, что движется разнонаправленно, но в целом у них траектория одна и та же. Это просто фунт сейчас практически евро догоняет движение в паре фунт-доллар. На дневном таймфрейме ничего интересного. На х4, нет, на самом деле, достаточно много интересного, но это то же самое, что мы и ранее говорили. Вот она практически та ключевая свеча в августе, которая сформировалась. Давайте на х4 покажу вот эти две горизонтальные синие линии. В это время британский банк впервые заговорил, Банк Англии, о ужесточении денежно-кредитной политики. Фунт начал падать, мы это хорошо помним. Сейчас уже в реальном масштабе идет ужесточение денежно-кредитной политики в Великобритании. Насколько это правильно, я не знаю. Мы видим, что рынок жилья стагнирует. Люди не хотят брать кредит в Великобритании при повышении процентной ставки, при том, что еще идет Brexit, то есть непонятно, что будет с экономикой. Соответственно, на данный момент чисто психологически это не в пользу британского фунта, а в пользу американского доллара мы имеем тот факт, что скоро заканчивается цикл повышения процентной ставки. То есть там остается максимум еще по логике 3 или 4 повышения до нейтрального уровня. То есть почти цикл по повышению ставки в США исчерпан, что практически, на мой взгляд, потихонечку будет влиять позитивно на доллар, потому что рынок, экономика будет себя чувствовать спокойно, что те в центральном банке не собираются уже ограничивать ликвидность. Итак, здесь вот оно движение вниз. На х1 хорошо видно вот это нисходящее движение. Кунтуры вы можете у себя нарисовать. Вот они практически, как и в паре евро-доллар, мы сейчас на этих мелких таймфреймах, 15-минутных, 30-минутных таймфреймах, мы сейчас посмотрим, очень скоро сформируются ли здесь вершины, и пойдут ли эти графики соответственно от этих вершин вниз. Или наоборот, они попытаются на мелких таймфреймах сломать вот эти тренды на фоне плохой статистики, если будет, допустим, плохая статистика по США. Конечно, если выйдет хорошая статистика, я либо в паре евро-доллар, либо в паре фунт-доллар, на мелких таймфреймах могу открыть сделки на продажу после окончания волатильности. Доллар-франк на месячном таймфрейме. Мы вчера уже говорили, здесь интересная ситуация. После вот этой солидной разворотной свечи, здесь идет попытка формирования очень мощного бычьего поглощения. Если это сформируется, я считаю, что на тяжелых таймфреймах мы увидим уже в ближайшие месяцы, более высокие уровни, то есть 1.02, 1.04, даже и выше вполне вероятно мы увидим, если текущий месяц закроется в этом виде. На уикли мощное бычье поглощение, как и в паре евро-доллар, и в долларом индексе там медвежье поглощение, мы увидим в конце сегодняшнего дня, подтвердится ли это предыдущая солидная свеча. То есть сегодня, скорее всего, уже в конце дня все будет ясно. На дневном таймфрейме мы тестируем верхние пределы вот этого диапазона, в котором определенное время торговалась пара доллар-франк, то есть до выборов США, до выбора господина Трампа в начале ноября 2011 года. Вот была ли та же самая волатильность, как во время выборов, вот та яма и потом резкий отскок, мы очень скоро узнаем, потому что здесь, соответственно, очень схожая ситуация. Если в США начнется хороший экономический рост, то мы здесь пойдем вверх. То есть это сейчас очень важная такая граница, на мой взгляд. Итак, идем дальше. Я отвечаю на ваш вопрос. Грудинин Виктор спрашивает, а ваши стопы сработали в паре доллар-франк? Да, мои стопы сработали. У меня здесь позиции уже нет. Я это неоднократно говорил. Первые стопы сработали еще в конце августа. То есть вот они практически. Или там начало сентября было. Я об этом говорил. То есть потом я половину сделки, ну вы знаете, я это ежедневно обсуждал тогда. Половину сделки я оставил с этим стоп-лоссом, другую половину с этим стоп-лоссом. Точнее он 96, не знаю почему, 96.10. Ну, грубо говоря, у меня там было 96.04 с копейками, до 96.17, но в среднем 96.10. У меня здесь сработал этот стоп-лосс. Соответственно, у меня здесь сделки нет. Грудинин Виктор, я это уже неоднократно говорил. Точнее, во всех обзорах. То есть у меня здесь позиции нет. В паре доллар-франк у меня позиции нет. Она закрылась по стоп-лоссом. Та позиция, которую я когда-то открывал. Хорошо, идем дальше. Пара доллар-иена. Что хочу сказать. Значит, в паре доллар-иена на месячном таймфрейме череда свечей, у которых минимум и максимум повышается. Конечно, здесь ситуация неоднозначная, потому что пока еще не ясно. Мы выходим из этого симметричного треугольника. Пара достаточно сложная, потому что здесь мы находимся в самом конце этого треугольника. То есть это тот самый сложный период для торговли, когда график пока еще не определился, куда ему идти. На weekly time премия все-таки мы уже неоднократно комментировали, что здесь была череда из трех белых свечей. То есть формация три белых солдата, которая является очень хорошей бычьей формацией, согласно свечному анализу. Однако здесь мы находимся в верхней части ключевого диапазона, который мы обсуждали активно в прошлом году. Поэтому вы знаете, что половину своей позиции, которую я открывал внутри вот этого восходящего тренда, я зафиксировал. И на самом деле я зафиксировал ее чуть выше текущего роза, там где-то около 114, помню, что было. То есть половина моей позиции на покупку в паре доллар-иена, она закрыта. Однако вторую половину я оставил, вы это хорошо знаете, я это ежедневно обсуждаю, но передвинул свой стоп-лосс на уровень открытия, чтобы у меня здесь был вот этот безубыток. Если вдруг находим какую-то волатильность внутри вот этого солидного восходящего тренда, если мы вернемся сильно вниз, я закроюсь по стоп-лоссу, который на данный момент находится на безубыточном уровне. То есть тут часть вот этой позиции я сохраняю. И соответственно, что хочу сказать, на мелких таймфреймах, на H1 здесь практически, точнее на 30-минутном, здесь есть восходящий тренд, который практически есть в паре евро-доллар, в паре фунт-доллар, в паре доллар-франк, в виде восходящего тренда по доллару, точнее здесь паре евро-доллар, это нисходящий тренд, здесь это нисходящий тренд, здесь это на H1 или на 30-минутном таймфрейме восходящий тренд, вот он практически это тот же тренд на 30-минутном таймфреймах, в котором я хочу поторговать, пользуясь вот этой своей позицией в паре доллар-иена. Однако вчера получилось так, вот я говорил, что буду следить, когда будет формироваться вот эта вершина, если начнется движение вниз, я закрою свою позицию, чтобы потом ее открыть в нижней части. По сути, я вчера должен был бы это сделать, потому что здесь уже на мелких таймфреймах это было хорошо видно, одну секундочку, вот на 15-минутном таймфрейме, вот так, хорошо, давайте я на 15-минутном. Вот на 5-минутном таймфрейме, если перейти на 15-минутном таймфрейме, здесь формировалась вот эта, ну на мой взгляд, голова и плечи, вот она практически даже двойная корона, вот здесь формировалось практически это плечо потихонечку, и здесь практически был выход из этой зоны, и на самом деле это было в виде очень хорошего практически тестирования здесь внутри этой свечи. Однако, однако у меня были совершенно другие дела в это время, и я пропустил эту возможность при формировании той вершины, о которой я говорил, что буду пытаться при формировании вершины закрыть свою позицию, потом ее переоткрыть в нижней части и подключаться все время в этом восходящем канале. Соответственно, хочу сказать, что я не смог это сделать вчера, и эта позиция у меня остается. То есть я здесь не смог закрыть эту позицию, не смог ее купить. По сути, я должен был бы сегодня, если бы она была закрыта, дождаться окончания там статистики по нонфарм, по эролсу, и добавить свою позицию, и не войти 50 на 50. 50% этой позиции переоткрыть уже сейчас на этом отскоке, 50% после нонфарма, если будет хороший нонфарм, и дождаться снова формирования следующей вершины, и так пытаться в этом канале на волнах торговать. Я это не смог сделать вчера, потому что у меня практически в это время почти не было возможности подключиться к торговому терминалу, и, соответственно, я все-таки это не сделал, получается. И у меня это половина позиции, которую я когда-то открывал, остается открытой, длинная позиция со стоп-лопсом на моем без убытки. Это примерно где-то 111, там 35. Если это было слышно, понятно, ставим свои плюсики. Жду ваших вопросов, комментариев, если они есть. На самом деле, потому что у меня здесь эта позиция есть, я что хочу сказать. Если сегодня выйдет очень хорошая статистика, и не важно, хорошая, плохая, или там любая статистика по нонфарм, ПРОУСу, и вдруг мы здесь будем иметь очень сильный отскок, очень сильный отскок, который обновит вот эту вершину и подтянет пару вверх, я закрою свою сделку на покупку в паре доллар-иена с надеждой, что после окончания волатильности, допустим, в конце сегодняшнего дня, или в начале следующей недели, здесь будет маленькая коррекция, и переоткрыть ее снова. То есть торговля по восходящему тренду вот в таком виде. На резком росте, если он обновит вот эту вершину и пойдет еще вверх, на фоне очень хорошей, допустим, статистики, или неважно, даже и на фоне плохой статистики по рынку труда, я обязательно это сделаю, потому что думаю, что статистика по рынку труда не является трендоопределяющим для тяжелых таймфреймах, и она просто будет создавать волатильность на мелких таймфреймах, и мне пора к этому подключаться. Хорошо, идем дальше. Пара доллар, канадский доллар. Итак, мы прикасаемся к нижней нинии восходящего тренда. Возникает вопрос, стоит ли сейчас пытаться ловить впадину? Я не знаю, я не собираюсь этого делать. Я это неоднократно говорил. В паре доллар, канадский доллар, да, может быть, мы сейчас прикасаемся к этой линии. Однако, будет ли уже, начался ли сейчас этот отскок, или это будет позже? Представьте себе, что выйдет очень слабая статистика по новым фармпэролу сегодня, или точнее по рынку труда. Получится, что здесь возобновится нисходящее движение, то есть, здесь возобновится нисходящее движение, если вдруг ситуация по рынку труда не устраивает финансовых участников. Тогда и в других парах мы увидим снижение, конечно, и тут получится, что мы пойдем вниз. И мы можем тогда уже более глубже упуститься, и действительно дойти до линии тренда. То есть, мы можем увидеть уровни, допустим, 1.26, 1.26, 1.5, 1.27 и так далее. Чтобы на Х4 на фоне плохой статистики по США и одновременно хорошей статистики по Канаде возобновить нисходящее движение. Однако, даже и в этом случае, я хочу сказать, что я здесь не буду открывать сделку на продажу, потому что я неоднократно говорил, да, здесь есть нисходящий тренд, даже и при этом сценарии, плохая статистика по новому форуму в США и очень хорошая в Канаде. Я не собираюсь торговать против попытки возобновления роста доллара и попытки доллара надавить снова на евро. То есть, просто буду наблюдать. Но вдруг, если, допустим, доллар пойдет сильно вверх в других парах при хорошей статистике по США и одновременно будет плохая по Канаде, если здесь будет выход из этого канала, который обновит предыдущую вершину, после тестирования сверху вниз и возобновления роста я буду подключаться на покупку. Это тоже и как ранее. То есть, чисто теоретически я обозначил свой подход к этой валютной паре. Конечно, если этого нет, я просто жду. Надеюсь, здесь понятно все. На мелких таймфреймах идет попытка формирования восходящего движения на 15 минутках и на 5 минутках. Однако, многое решится, скорее всего, уже сегодня на мелких таймфреймах после 15.30. Итак, австралийские и новозеландские доллары. Идеальные движения в нисходящих трендах. То есть, здесь идут идеальные движения в нисходящих трендах на Х4. Что хочу сказать. У меня здесь есть позиция на продажу на Х4. Что хочу сказать. Так как я вижу, что пара сейчас пытается прикоснуться к нижней линии уже этого канала. А у меня есть позиция. Та часть, которую я оставил. То есть, половину своей позиции в продаже новозеландский доллар-доллар я оставил. Вы знаете. То есть, половину я убирал в преддверии заседания ЭЦБ, заседания Федрезерва. Потом, конечно, я тут совершал одну маленькую быструю сделку. Но это не вопрос. Не та тема, которую я хочу сейчас обсуждать. Половину сделки у меня осталось. Я вот сейчас думаю, перед Noonfarm может быть одну половину из этой половинки ликвидирую на текущих уровнях. Потому что, если будет плохой Noonfarm, мы можем отскочить вверх. К верхней части канала. И тогда снова ее добавить. Потому что я не считаю, что статистика по Noonfarm является трендоопределяющей для среднесрочных и тяжелых таймфреймах. Поэтому, мне кажется, что половину позиций даже я это сделал. Потому что обзор скоро закончится. И меня ЭЦБ уровень устраивает. Объясняю, почему. Потому что я, когда открывал эту позицию, давайте вспомним, это когда было. Это было после заседания первая часть позиции, после заседания Резервного банка Новой Зеландии во время вот этого снижения, которое было в начале августа. И у меня уровни были, грубо говоря, 66, там 70 или 66, 66 или что-то такое. Это примерно 200 пипсов вниз. Или это примерно 3% по этой валютной паре. И, соответственно, это практически меньше, чем за один квартал. И меня полностью устраивает, когда за один квартал я зарабатываю, то есть подключаюсь к движению к какой-то валютной паре, которая составляет 4%. Потому что 4% это 2% рост реальный ВВП и 2% инфляции. Это я неоднократно обсуждал с точки зрения фундамента, как я подхожу к этим инструментам. То есть вот эти 4% в квартал. А тут получается, что с середины августа, август, сентябрь, вот ноябрь. То есть август, сентябрь, октябрь. То есть пока еще не так начало ноября. Это третий месяц текущего периода, который я рассмотрел. Может быть, вот эти 3% мне лучше практически немножко как-то обеспечить. Поэтому я думаю, что сейчас могу закрыть вот эту половинку. Половину половинки получается. То есть вы знаете, что половину я когда-то закрывал, потом половину оставил. И сейчас получится, что вот общие позиции, которые я когда-то здесь на две части открывал. Здесь первую часть, здесь вторую. Остается одна четверть. Если это было понятно, ставим свои плюсики. Жду ваших вопросов по моей позиции. Если они есть, по моей сделке, пишите в чате. То есть здесь мне кажется, что я сейчас половину сделки закрою после окончания нашего обзора. Однако чисто по интуиции мне кажется, что выйдет хорошая статистика по США. Ладно, давайте так скажу. Не то, что статистика будет хорошей, она не навредит доллару. И мне кажется, что доллар после какой-то волатильности, чисто по интуиции, сегодня после 15.30, все равно потом в конце дня потихонечку пойдет вверх в самом плохом случае. То есть я смотрю оптимистично, у меня такое ощущение. Но все-таки это не просто какая-то интуиция, там предположение, ощущение. Это не является правилами у меня при принятии сделок на Форекс, потому что нужно обереть себя от эмоций, просто торговать как следует. И соответственно, вот у меня такая дилемма, но я думаю, что эту половинку уберу. Да, конечно, я к этому подготовлен. Почему? Потому что даже если здесь будет резкое движение вниз на фоне, если выйдет хорошая статистика по Non-Farm Payrolls в США, все равно после окончания волатильности, то есть мы потом увидим отскок, я просто смогу снова переоткрыть эту позицию, но уже более спокойно, зная, что статистика была хорошей. То есть надеюсь, это понятно. То есть я иногда так поступаю, даже если закрываю сделку, а потом сделка продолжается в моем направлении, я могу ее потом на отскоке переоткрыть и знаю, что статистика, она была в пользу доллара. Хорошо, надеюсь, здесь все было понятно по золоту. Я неоднократно говорил, что не торгую, потому что мы идем в бок в последнее время. То есть здесь пока еще я не вижу надежное давление со стороны доллара на золото, поэтому лучше торговать там, где оно есть. Конечно, если доллар продолжит давить на евро и допустим сегодня продолжится какое-то движение вниз, со временем оно подтянет и другие инструменты в этом же направлении. То есть пара доллар-канадский доллар без сомнения рано или поздно пойдет вверх, если в других парах доллар продолжит свое давление. И конечно это подтянет и золото потихонечку снова вниз. Так что здесь тоже будет время когда-нибудь как-нибудь подключиться, если доллар начнет свое давление на другие инструменты, продолжит давить на другие инструменты, будет возможность подключиться и на покупку в паре доллар-канадский доллар когда-нибудь, а также на продажу в паре золото-золото. У меня на этом все. Жду ваших конкретных вопросов по сегодняшнему обзору. Если они есть, пишите в чате. Если вопросов нет, пожалуйста, поставьте свои плюсики и тогда нам будет время пора прощаться. Так, одни плюсики идут. Кирчев Яни написал большое спасибо. Также Евгений, Владимир Гайдуков большое спасибо за взору. На нули тоже написала большое спасибо. Ну хорошо, поскольку я понимаю, вопросов нет. Тогда желаю вам удачи на финансовых рынках и на валютном рынке. В частности, сегодня, если торгуете, я уже обозначил свой подход к сегодняшней статистике по рынку труда. То есть, несомненно, я в это время буду пытаться, ну плюс-минус там 30 минут до статистики и после этого подключиться к какой-то торговле. То есть, ну, буду рассматривать сделки. Конечно, сделка может быть открыта сразу после статистики по рынку труда или через 10 минут или через 15 выхода этой статистики или к вечеру, если будет там развиваться ситуация по какому-то из моих сценариев. То есть, я рассматривал пару евро-доллар, пару фунт-доллар. По японской иене в паре доллар-иена я обозначил свое видение. Также и в новозеландском доллар и против доллара. То есть, в этих четырех инструментах я как-то буду действовать, если у меня откроется возможность. Конечно, буду надеяться, что какой-то форс-мажор не произойдет и что у меня будет доступ к интернету, к своей платформе. То есть, также будьте очень аккуратны. И поэтому, если торгуете сегодня или собираетесь торговать, желаю вам удачи. И, конечно, хорошего дня, приятных выходных, потому что сегодня пятница. И мы с вами, уважаемые участники, снова увидимся в понедельник во время следующего обзора по валютному рынку. Всем еще раз огромное спасибо. С вами, как всегда, в это время был Веселин Питков, аналитики Инвестиционной Академии. Всем удачи! Всем удачи! Академия Инвестиционной Академии. Всем удачи! Академия Инвестиционная Академия. Академия Инвестиционная Академия. Академия Инвестиционная Академия. Продолжение следует...